ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну из сада я сейчас вышел, вот он, ага, солнышко появилось, я сейчас сразу вспомнил мое украинское происхождение, святая крайне небо полая, соловейков тем не мгает, солнце застерчая, я же русский украинец. Вот половина русского, половина украинца, душа разрывается, когда вспоминаю Украину. Там я посадил первое дерево с учителем и стал в дыше садоводом, а потом Норильск, учеба в Красноярске, какие там сады. Но тем не менее, друзья, кстати мы идем на речку, моя учеба начиналась именно там, в Норильске. То есть страшная пурга, я-то охотник до мозга костей, я прятался, идешь по логу, а там тихо. Правда, одна сторона вся в снегу, по пояс не пройти, другая сторона без снега. На этой стороне ничего не растет, а напротив, ну это все смотря северюки, запад, восток, и вот так получаются такие изгибы. Поворачиваешь, там одна сторона лес, настоящий лес, даже березы растут, а на другой стороне ничего голого. Вот, а сейчас мы с вами, ну дай бог, если выдержат батарейки, приближаемся к нашему батюшке Енисею. Здесь он является горной рекой, видите, вот горы, поворачиваемся, вот горы. Когда смотрю я вот это в окошко, в камеру, они, кажется, далеко, на самом деле они рядом. Сразу вот за этим лесом, 5-10 минут сходьбы, вот, еще как-то съемка немножко отдаляется. И вот здесь родилось великое чудо, оно родилось в Черемышках, оно создано строителями Сашегаса. Потом мы присоединились уже в металлурги. Мы создали чудо, невиданное на всей планете. Это самый северный форпост прекрасных, культурных, вкуснейших абрикосов, груш, слив, яблонь, персиков. И вот нам сочинили, это мы сделали легенду, а нам в ответ сочинили не другую легенду. Да здесь же жара, здесь климат мягче, чем на Украине. Ваши саженцы, Валерий Константинович, все погибают, переезжая в Европу. Поднял я справочники температурные эти, все и есть в интернете. Разница между мной и Красноярском, ну там-то никто не спорит, что там ядреная Сибирь, Новосибирск-Красноярск, так? Вот. А у меня оказалась температура практически неотличимая. Сухие цифры, так? И вот сразу почти все замолчали. Но осталось, кто-то же не стал разбираться, кто-то по этим людям, они замолчали. Многих критиков нет в живых, а осталось недоброе вот это. Ага, вот что. И недоверие. И по-прежнему считается, что персик выдержит минус 25, абрикос минус 28. Если 30 градусов не замерз, то это чудо. Только почки их цветочные, а сам-то еще живо. А то, что 40 градусов удержит, об этом наука официально не знает или не хочет знать. Почему? Тогда надо спросить, а почему не замерзли? И тут окажется, что мы придумали технологии, я придумал. Вот. То есть, несколько агроприемов, которые повышают морозостойкость. Так, плюс прививки, и ни на чего попало, а на самые северные, самые морозостойкие в мире. Я их называю, 50-градусные. Маньчжурские абрикосы, сливы китайские, которые удерживают 50. А на них, на Сибирке, на Уссурийских грушах, а на них же, кажется, не приживаются. Они еще и раньше умирают, потому что биологическая несовместимость. Как преодолеть? Это надо было железово родиться. Вот. И придумать наслоение ментора. Мичурину надо было родиться. Придумать насыщение ментором. Вот. И в какой-то момент сказали, все, все это уже наука. И перешли на сеянцы размножения, перешли на пестик-тычинку. Вот. А у нас яблоки, груши, абрикосы, сливы, будучи привитые, скажем, годом, скажем, поколением, начали набирать такую красоту, вкус и размеры. Смеры невиданные. Казалось бы, ну, хватитесь вы за нас. Тишина. Вот. Так и продолжается. Последнее сообщение, как сенсация. Значит, уральские ученые, 30 лет, занимались уссурийской сливой, выявили новый сорт. Посмотрела на эти фотографии нового сорта. Вот. И подумал, 30 лет коту под хвост. Вот. Это такими темпами им до нас еще 200 лет добираться. Вот. А почему он на нас так смотрит косо? Я тут сразу вспоминаю. То есть, как на халтурщиков, как на проходимцев. Вот. Видите, я специально показываю. Это самое. Вода, которая парит. Температура ноль. Парит, потому что мороз. Не замерзает. Не замерзает. Потому что это горная река. Сильное течение. Вот. И когда посмотрели, ученые, на наши достижения, и вспомнили, наверное, анекдот, он звучит так. Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула, жизнь прожита зря. И когда они поняли, что жизнь прожита зря, чтобы, вернее, не думать о том, что она прожита зря, они придумали, что здесь микроклимат, а на самом деле никаких морозов здесь нет и быть не может. И никакие таблицы официальные, их не смущают, потому что я заметил, что они компьютерами не владеют. Вот то поколение железово-ненавистников и единавистников все новое. У них нет компьютеров. Они не смотрят интернет. Они пишут мне и сами себе письма ручками до сих пор, шариковыми. Вот. Знаете, в чем написал? Назовем его доктор наук. Вот. Которого я даже инициалы не буду говорить. Живет на северо-западе. Даже не говорю, в какой культурный городе он хозяйничал в институте. Самого культурном. Вот. И когда я как бы хожу и вслух разговариваю. Вот. Кстати, обратите внимание. Видите, на деревьях иния нет. А меня упрекали. Это середина зимы. 20 января. А меня упрекали. В том, что у нас все деревья инием покрыты. Вон они, дачи. Нет иния. Вот. А раз инием покрыты, значит теплее. Согласен. С инием теплее. Так вот. Я дружил. Сейчас можно говорить об этом. Время прошло 10 лет. С Лобусовым. Супер газета. Крупнейшая Ваши Соток была. Вот. Печатала меня, печатала. А потом бах, перестала печатать. И мне Лобусов, который назывался официально научный редактор газеты Ваши Соток. Письмо лежит в архиве. Написал в моем. Переслал мне рукописное письмо. От этого гражданина, доктора наук, где было написано. Не верьте, Железову. Представляете. Мы сейчас в саду только были. Несколько минут назад. Вторую серию снимали. Не верьте, Железову. Там, кстати, 30-летние абрикосы. А почему не верьте? Он сейчас... Это такая причина. У меня осталась обида. А меня перестали печатать. И я... Все свои секреты... Большинство. Я не успел публиковать в газете. Газета мощная была. Я был уважаем настолько, что мне, Железову, Крым и Богом, присвоили звание лауреат 2007 года. Раз. Премию 15 тысяч прислали. Два. Это официально заявляю. Три. Это... Гонорары выплачивали за каждую статью. Это был целый год. На второй год обрыв. Я звоню, пишу, за что. Почему статьи мои лежат мне это. И вот присылает он мне. Говорит, извините, читайте. Я читаю. Доктор наук. Из самого культурного России города. Нашел причину. Вы все держитесь? Кто стоит, сядьте. Причина следующая. Фу! У меня... Цитирую. Классика. Вот. У меня... У меня, то есть у него... Росло 18 сортов форм абрикосов. И все они выпали до плодоношения. Вот. И он извинился лобусов передо мной. Кажется, его отец, я помню. Виктор Иванович, кажется. Вот. Который меня вот так вот раскручивал. И... Сказал, до свидания. Больше всего поразил именно вот этот довод. Я специально вас привез на речку. Привел, видите? Вот. А температура здесь. Если средняя трехмесячная зимняя на градусы всего лишь выше, чем Красноярск и Новосибирск. Последний год с Красноярском сравнялось. Но это был самый теплый год. Перед этим было 2 сорок градуса зимы. Вот. Есть эти самые... Это есть везде и всюду. Ведь это же не я искал эти самые таблицы. Мне их прислали. Ну и что еще? Он не отключился. Давайте надо так. Здесь росли мои первые деревья. Я не оговорился. Вот. Здесь и сейчас растут сибирки. Вот. Те самые забракованные, проклятые, как совершенно негодный материал. Вот так вот. Плоды размером. Посмотрите на свои ногти. Вот. Вот на самых мизинцах ноготик посмотрели. Вот это и есть сибирки. Вот они тут и растли, и сейчас растут. А вот с этого начинался железо. Потому что соседка я уже... Чтобы полчаса пока пройдет, я должен о чем-то говорить. Но, надеюсь, о самом полезном. Соседка моя. Вот. Давно на том свете. А почему я вспоминаю ее с такой благодарностью? С чего начинать? На рынке с чего только не было. Но она говорит, Валера, вот сибирки накопай, на них потом привьешь. Вот. А Валера, сказать, что я хохол, хохлы обидятся, хотя я себя хохлом называю. У него такой ум, практически. Вот. Здесь я с ними познакомился, несколько пересадил. Глутаты были, скажем, первый год прекрасные. Десяток привил, пошли. На второй год обнаглел так, что перестал даже замазывать срезы. Думаю, все так и идет. Они все мертвые. Тогда я заважал. Ну, только учите, замазывать садом-варом только открытые поверхности. Торцы и торцы, торцы. Все. А так саженцы стараться не мазать. Иначе сгнивает под ними кора. Второй год неудача, третий год я взял и пошел вон ту тайгу. Вот туда, показываю, что плохо видно. Вот под те горы. Там этих сибирек оказалось чуть ли не больше сосен и берез. Причем много было таких, одно-двухлетних. Показать вам. Ну, здесь, эти, сейчас, нет, уже не буду. Время уходит. Я просто договорю. Хотя сибирку видеть. Ну, вот, пожалуйста, сибирка, смотрите. Правда, вот такая она. Но уже я-то сразу вижу. По форме, по коре. Вот. Но тут сейчас речь о другом. Хитрость моя была хитрая. Я выбрал штук 30. Подходящий деревьев. Толщина, как пальцы. Это обычно двухлетки. И привил их. У самой земли. У меня было две цели. Я еще не знал, что я угадал, что это самое важное, прерывать у земли. Что это и есть тот самый будущий триумф. Неважно. Абрикосы, сливы, яблони. Привил сибирки у земли. И? Да что догадались. Замаскировал сверху мусором, сверху этим хворостом. Когда прошел месяц, а это был апрель, а в мае, я в лесу тает позднее. В мае у нас уже в Сибири еще цветет. А в лесу позже. Там земля позже оттаивает. В мае с лопатой. С тележкой. И с комом земли вырезал прямо с комом земли те, которые проснулись. Пусть их было далеко не 30. Действительно, на Сибирке привались трудом. Я еще был не такой уж опытный привальщик. Ну, допустим, 10. И перенес я себя в сад. Все. Потом, когда я уже брал. Ой, утки, утки. Ой, я старый охотник. Ну, я сейчас считаю, что это грех. Вот они. Смотрите. Остались зимовать. Продолжение следует... Продолжение следует...